Перехожу к новым индоарийским языкам, их очень много, но там граница между языком и диалектом слабая, то есть вообще на самом деле изучают их немного. Мне практически знаком только хинди, немножко бенгали, поэтому частично буду теоретически по грамматикам говорить, но может быть во что-то там и залезу, посмотрю примеры на чем-то. В основном распространены, естественно, индийский субконтинент, это не только Индия, это Бангладеш, Пакистан, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивы, там всякие острова примыкающие. Есть немножко в Афганистане носители Урду, но в Афганистане в основном уже, естественно, дарский и персидский индоиранский языки уже идут. Но это их базовая локация, а где-то с 19 века идет массовое расселение индусов по миру. В результате они распространились по миру тоже неплохо. Во-первых, на всех плантациях, где они там работали в Африке, в Америке и так далее. Это где-то в основном 19 век, а в 20 веке они значительно уже эмигрируют в основные, в митрополии, в Великобританию, США, Австралию и так далее. Как правило, они сохраняют, потому что они в расовом отношении отличаются, в религиозном они сохраняют культуру, и как правило, вместе с культурой они сохраняют язык, и они это поддерживают. То есть имеются культурные ассоциации носителей различных языков индоарийских, которые поддерживают их языковую, в том числе, идентичность в странах, где они живут сейчас. Очень различаются они по статусу, вроде их много, но на самом деле там 13 литературных официальных языков, которые имеют уже четкую норму, некоторые из которых довольно сильно между собой походят и взаимопонятны, допустим, хинди и урду, особенно если знать арабский. И около 500 средних малых языков, условная цифра, потому что исследовано тоже не очень хорошо, и они путаются, что тут язык и что диалект. Вот 13-то точно этих языков, которые литературные, на них есть литературная традиция, а 500 это вот нечто непонятное, там кончается тем, что в каждой деревне свой язык и так далее на определенном уровне. Цыганские языки тоже туда относятся, где-то в последние века, первое тысячелетие нашей эры, предположительно, цыгане переселяются из Индии, а вот дартские языки, которые кашмирские, на территории Афганистана не относятся, это отдельная группа промежуточная между иранскими и арийскими, и вот возможно, если я вот индийские завершу, хотя их много, я не знаю, когда завершу, раз в неделю только они уходят. Я перейду дальше на дартские и иранские, как такие родственные, и тут логически следующее из этого всего. Но цыганские довольно сильно отстоят от индийских, то есть я, по крайней мере, точно не понимаю цыганские, хотя на базе санскрита я в значительной степени понимаю хинди и арабского. Формируются они в 11-15 веках, то есть в условиях арабского завоевания, и они формируются из других языков. Я довольно много тут уже начитал про средние индийские языки, и там были некие другие языки, которые предшествуют во многом, но другие, то есть они перегруппируются определенным способом, новые явления в них возникают, и основная тенденция, что они дробятся. То есть было на самом деле прокритов-то крупных штуки 4-5, которые примерно соответствуют теперешним группам выделяемым, а индийских языков 500, как уже говорил, то есть они дробятся на мелкие. Хотя, с другой стороны, нам среднеиндийская ситуация малоизвестна, может быть, там было их и 5 тысяч, но вот письменную форму имело только 4-5 прокритов только. Преобладают североиндийские языки среди всех носителей индийских. 97% носителей современных индоарийских языков 1,5% сингальский, 1% цыганский. Это на самом деле 1% огромные цифры, потому что всего на этих языках говорит около миллиарда человек. То есть есть какой-то другой мир из миллиарда человек, который нам неизвестен даже. Более-менее из этих всех языков известны хинди, которые, собственно, у них там официально литературные, а в быту они говорят обычно на чем-то другом. То есть вот есть миллиард человек, которые говорят на совсем других языках, и ситуация малоизвестна нам их. Глобализация, основные тенденции теперешние, опять же, влияние английского. Ну, там, как обычно в Индии, все занимает определенные иерархические позиции. Сейчас в высшей иерархической позиции находится английский. То есть такой крутой человек, он владеет английским, в принципе, как родным по возможности. Ну, примерно, как вот раньше санскрит. Это язык, на котором в основном идет вся научная вот эта, научная литература, самое крутое образование на английском и так далее. На втором уровне идут вот эти вот 13 национальных языков. Хинди, Бенгалия и все такое прочее. И третий уровень, это официальные языки провинций штатов, то есть которые признаются на уровне какого-то штата, на уровне субъекта федерации. И, соответственно, вот эти сотни всяких языков деревенских, которые плохо все кодифицированы, и непонятные языки там или диалекты. То есть это вот третий уровень, как бы такой народный. Ну, и понятно, что человек, который живет в городе, как правило, все три уровня более-менее он ими оперирует. То есть он может в каких-то ситуациях на английском говорить, и, конечно, понимает официальный стандарт хинди, на котором стандартная информация вся идет, и какой-то свой еще язык, вот этот неофициальный, тоже им владеет. Обычно, то есть трехязычная система формируется при такой градации. Способность владеть этими уровнями, перемещаться, зависит именно от образованности, и она во многом определяет нужность и социальную лоббильность человека в такой системе. Борются, естественно, за эмансипацию, как во всех странах. То есть носители языков нижнего уровня хотят поднять уровень. То есть первоначально они признавали 13, потом 18 языков, сейчас 22 официальных языка, правда, санскрит тоже входит и английский. То есть два языка у них такие неживые, санскрит и английский, хотя говорят в некоторых деревнях, у них есть прям санскритские деревни, если деревни из брахманов. Вот, значит, и 20 языков именно вот индоарийских местных. Дарский язык, Кашмири тоже официально в Индии признается. И 33 языка еще стремящиеся, то есть вот 22 языка имеют норму и признаются, и 33 языка формируют норму, борются за свою эмансипацию, за признание сначала на региональном уровне, потом на национальном и так далее. Относятся они к языковому многообразию издревле хорошо. То есть это еще со времен Будды у них. То есть Будда вообще говорил, что на том диалекте, на котором люди понимают, надо все переводить и рассказывать им. Хотя кончилось тем, что они все-таки определенные санскриты, именно Пали, Прокрит, Пали, они его стандартизировали и использовали, потому что так удобнее. Но позиция самого Будды была к диалектам благожелательной, и она в целом характерна для индийского народа. То есть вот такого вот уничтожения всех разновидностей, как во Франции и в России, там не наблюдается, безусловно. И это облегчает борьбу носителей малых языков за эмансипацию. Кроме того, интернет способствует, потому что интернет позволяет без особых затрат что-нибудь там выложить, учебник в интернете, там на сайт написать, там организовать общение на форуме. Это вот сейчас к сибирскому языковому общению широко тоже применяется. У нас там сайт есть, в Википедии и так далее. То есть нам проще в интернете, конечно, чем издавать газету там на сибирском языке и так далее. Ну то же самое вот для малых языков Индии тоже характерно. Правительство выделяет тоже огромные средства. Правительство в основном поддерживает языки, которые ему надо. Ему надо языки хинди, бенгальский, непали. Оно эти языки всячески развивает. То есть вот эти наиболее крупные официальные языки. Оно их пытается также и в мире продвигать, как правительство любой страны. И санскрит тоже, который является языковым наследием, это политика Индии уже. Это хорошо, потому что она все-таки сохраняет, по крайней мере, хинди от влияния английского и так далее. Улучшает его позиции в мире, улучшает позиции страны и так далее. В какой-то степени они-то также поддерживают и языки вымирающие. Там, по крайней мере, около 200 уже языков считаются вымирающие. Но, скорее всего, это не получится, что идет глобализация. Английский язык в любом случае престижный. Хинди тоже престижный на втором уровне. Поэтому постепенно носители всех малых языков перейдут на хинди и английский. То есть вот эта система из трех языков, которая в голове большинства населения, она неизбежно упростится до системы из двух языков. То есть английский и какой-то местный. Скорее всего, к 22 веку вымрут местные языки Индии. Ну вот они сейчас в принципе в интернете пытаются какие-то памятники им соорудить, какие-то создать ресурсы на этих вымирающих языках, которые, по крайней мере, потом можно будет посмотреть, что такой язык был. Проблемы с классификацией этих всех языков огромные, потому что языков много и границы между ними нечеткие. Тот же хинди тоже имеет свои диалекты, которые тоже непонятно в какой группе. Как правило, есть какие-то стержневые языки, которые как раз 13 литературных, о которых известно, чем они отличаются, и они более-менее четко формируют вокруг себя группы. Между ними, по крайней мере, отношение, понятно, допустим, урду походит на хинди. Бенгали не походит на хинди. Вот это как бы какой-то основой является для классификации. Длительно увязывались историческими теориями о двух волнах миграции арийцев. Вот, допустим, схемка на основе теории миграции. То есть якобы внутренняя ветвь, а именно хинди-гуджарати-канджаби, она как бы формирует внутреннюю миграцию. Есть промежуточная какая-то ветвь, допустим, восточной хинди, а остальные языки внешняя волна миграции, допустим, бенгальский. Но на самом деле вот языки эти формируются, что там, 15 век, а миграция когда была рийцев. Примерно тысячный год до нашей эры, да, то есть была где-то за 3000 лет до того, и вряд ли ситуация миграции может как-то радикально влиять на современные языки. Скорее тут надо рассматривать, допустим, влияние арабского, там где было и так далее. Скорее какие-то более современные влияния, чем волны миграции. Ну вот другая предлагается поэтому, поскольку вот эта классификация по волнам миграции имеет свои недостатки, имеется также вот классификация по расположению. Ну по расположению тоже странно получается, кашмире, допустим, дартский язык вообще на самом деле не индарийский, просто вот по расположению его записали, что он индийский. Ну то, что вот бенгальские хинди не похожи, это в общем и так ясно, что ассамские и ории походят на бенгальский. Ну вот эта вот классификация ближе к тому, что было, примерно вот так было, где-то 4 прокрита, из которых один такой прото-бенгальский был, другой прото-хинди и маратхи более-менее отличался. Да, то есть вот где-то вот так вот, и были еще вот эти всякие похожие на панджаби и всякие прокриты, шудры и так далее. То есть вот примерно вот это вот соответствует ситуации среднего века, из которой потом вот распад пошел на отдельные языки. То есть возможно она даже более такая генеалогичная. Ну вот в целом 4, так скажем, группы можно выделить. И цыганские и сингальские это отдельные от этих всех. Более-менее вот западные можно, центральные это как раз вот хинди и все, что на него походит, оно довольно близко на него походит. Потом переходные к бенгальскому и бенгальский. И где-то вот там же и маратхи. Маратхи это в западные пошел. Да, ну вот и маратхи в западные. Где-то вот так. Но это сильное упрощение, потому что языков у них много, отличий много, так я потом покажу. Как они формировались? Во-первых, у них был собственный процесс, который заключался в упрощении фликтивного языка, который был первоначально, то есть древнеиндийского. Он у них упрощался и уже сильно упростился уже в средние века, уже на прокритах на уровне по бранше. Он у них при этом шел еще с развлечением книжного варианта этого прокрита, который достаточно был архаичный и живого варианта. И сохранился до сих пор, допустим, разговорный бенгали и книжный отличаются. Книжные варианты всех индийских языков характеризуются высокой степенью санкратизации. То есть попытки восстановить там санскритские корни и так далее. Вот это был как бы их собственный процесс упрощения языка. На это влияло еще дравицкие языки, которые там были, они влияли явно. Для тех языков, которые к ним близко, это зафиксировано. И влияло арабо-персидское завоевание, которое огромный след оставило. И в грамматике, похожие формы на арабские персидские, особенно в лексике. Очень много арабской лексики даже в хинде, в бенгале, то есть в которой далеко совсем от арабских территорий находится. И с 19 века идет влияние английского, оно меньше, но в целом индусы они открытые. То есть сейчас вот и достаточно много английских тоже слов употребляют. Ну примерно как японцы, то есть когда говорят на современную тему, довольно много английских в заимствии не проскакивает. Они обрабатываются по их фонетике, по грамматике и так далее. То есть не так сильно влияют, потому что арабские персидские влияли системно даже на грамматику языков. Ресанскритизация, пожалуй, надо процесс осветить. То ли он книжный этот процесс, то ли он действительно народный. В 19 веке идет определенный процесс возвращения к санскриту. Восстанавливаются дифтонги, восстанавливаются многочисленные в книжной лексике санскритизмы. Прямо санскритские слова просто по грамматике хинде изменяются. Восстанавливаются грамматические формы, либо формируются новые формы на основе послелогов. То есть формируются снова многочисленные падежи в некоторых языках, не таких в санскрите, но структурно это восстановление фликтивной системы языка. Вот этот процесс почему-то тоже идет обратный. Казалось бы, они должны дальше упрощаться, в аналитический переходить, но они не переходят. Хинде тоже сохраняет значительный элемент синтетичности, хотя его сильно упрощенный. И некоторые языки прямо наоборот возвращаются обратно в фликтивные по сравнению с прокритами. Пожалуй, характеризовать сами явления тут сложно в связи с многообразием. Очень много гласных у них, во многих языках нозализация гласных, это что касается фонетики. Как бы немножко скажу, но на самом деле это лучше тоже по языку характеризовать. Сингармонизм в некоторых развивается, но достаточно редко. Противопоставление сохраняется в долгих и кратких, и если к нему еще назальные, неназальные, и передние, и непередние, то получается гласных очень много. Согласные очень сильно изменяются, то есть классы согласных некоторые сливаются, некоторые наоборот различаются, новые ряды появляются. Но все те же проблемы, которые достались от санскрита, имеются ретрофлексные, которые, как правило, сохраняются в хинде, по крайней мере, но в некоторых языках нет. Имеются развитые африкаты, имеются придыхательные, и судьба всех этих групп, она по-разному в разных языках, и кроме того появляются новые группы согласных в некоторых языках. Но вот структура хинди, к которой мы скоро перейдем, все-таки она максимально близка в плане согласных к санскриту, потому что это вообще язык такой, в значительной степени такой восстанавливающий санскрит, насколько они могут, без грамматики, без его сложной. По поводу сочетаний, все-таки вот та заложенная в проплитах тенденция к упрощению групп согласных, она тоже есть, как правило, во всех новоиндийских, то есть по возможности краткие сочетания, там согласный, плюс гласный, плюс согласный, говорят. Отпадение гласных на концах основ тоже характерно, но всему этому противоречит тенденция к архаизации, когда они восстанавливают санскритские слова, они восстанавливают санскритские группы согласных, например. А также из английского могут идти сочетания, которые не характерны для простых корней, которые в прокрытых были положены. И пожалуй я не буду грамматику, в общих чертах я осветил, то есть основные проблемы связаны с сохранением синтетического характера, с сохранением либо не сохранением флексий, с уклоном либо в аналитический, либо в синтетический характер языка, с некоторыми новыми явлениями, связанными с новой синтетичностью. Определенное влияние, пожалуй, арабского и персидского, можно сказать, что существенно влияет на грамматику, тоже в разной степени. Сохранение падежей в разной степени, то есть в хиндии два падежа, но в некоторых довольно много падежей, в некоторых хиндоарийских. Ну вот, пожалуй, и все, потому что грамматика такое дело, там или много рассказывает, это придется в каждый язык залазить, или мало, я так вратце расскажу. Вот, пожалуй, и все, да. Развивается еще категория определенности, видимо, под влиянием арабского, то есть противопоставление определенных, неопределенных. Ну, наверное, все. И вот следующее я попытаюсь как раз в хиндии, и по хиндии я вот как по испанскому, французскому, немецкому, наверное, две или три, два или три клипа сделаю, тем более я его знаю в какой-то степени, и это основной язык, с которого лучше начинать знакомство, он достаточно простой, и в то же время он достаточно такой архаизированный, о чем, в общем-то, мы и поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok